Здравствуйте! Программа «Диалог» вернулась в прямой эфир Щелковской телерадиокомпании после каникул. Теперь, как обычно, по вторникам в 7 вечера я, Сергей Ладыко, буду беседовать с моими уважаемыми гостями о проблемах и достижениях нашего района. Напоминаю, телефон студии 496, это код города, 567-1440, 567-1450. Вы можете звонить в студию и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня депутат Московской областной думы, председатель комитета по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин. Добрый вечер, Владимир Николаевич. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, уважаемые жители нашего района. Я, Владимир Николаевич, хочу вначале, прежде всего, конечно, поздравить вас с переизбранием на пост депутата Мосфобул Думы. То есть у вас второй срок уже пойдет. Дума пятого созыва была, теперь Дума шестого. Соответственно, и получили пост председателя комитета. Но мы еще об этом позже поговорим о проблемах работы внутри Думы. Первый вопрос такой, вы уже опытный депутат, соответственно, на ваших глазах произошла эта ротация. Такие вот интересные цифры. Нынешняя шестая Дума обновилась по сравнению с пятой, ну имею в виду состав депутатов, более чем на 50% будет работать 24 депутата из старой Думы и 26 новых. Но это, как говорится, не рекорд, потому что вот в прошлый раз, то есть пятая Дума обновилась по сравнению с четвертой более чем на 80%. Вот вы как-то эти цифры можете прокомментировать, чтобы более все стабильно стало? Наверное, это говорит о том, что пятый созыв в Московской областной Думе работал достаточно активно. Есть результаты последних лет и костяк, который сегодня избрался в новый состав, шестой созыв областной Думы. Это уже те профессионалы, которые и зарекомендовали себя в законодательной деятельности и на территории своих округов. Это опытные уже специалисты, каждый в своей сфере. И сейчас как раз вот следующий этап, он достаточно сложный, непростой и масштабный. Поэтому опыт здесь пригодится моих коллег на следующий срок. Ну а вот новый, ну не новый, естественно, новый старый принцип выборов. Я имею в виду, что половина депутатов избирается по партийным спискам, половина по одномандатным округам. Ввели только в этом году после довольно длительного перерыва. Вот этот принцип, он как-то повлиял на состав, так скажем, на обновление или нет? Ну, я немножко подкорректирую. С 2003 года Государственная Дума стала избираться по такому смешанному принципу. 50% по одномандатным округам, а 50% по партийным спискам. Выборы 2011 года и в областную Думу были таким же образом 50 на 50. Мы этот принцип не меняли, потому что, я считаю, да и многие коллеги об этом говорят, что отражает как раз всю политическую картину и социально-экономическую картину Московской области. Почему? Потому что здесь есть представительство от территории, то есть депутат, работающий на округе, он работает с населением, работает по тем проблемам, по наказам, которые были даны. И в этом отношении он достаточно, как говорится, близок к людям, к своей территории, его знают хорошо. И здесь оценка, будем так говорить, однозначно, либо плохо работает, либо хорошо работает. А с точки зрения политической составляющей, вторая часть по партийным спискам, это как раз борьба идей. То есть по какому пути, по какой идеологии идти, какая лучше, какая хуже. И у людей есть выбор. Либо вот такая политическая программа, либо другая политическая программа. В этом отношении вот такая система, она оптимальна. Ну, будем говорить о партийной принадлежности, о партийном составе новой думы. Понятно, что Единая Россия, так же, как и в большой нашей думе, в Госдуме, получила большинство. Но в целом есть какая-то ротация, опять же, по сравнению с пятым созывом. Ну, действительно, у нас в прошлом созыве было 29 представителей Единой России. То в этом составе, думаю, уже 38. По сути дела, квалифицированное большинство. Если говорить о Госдуме, там конституционное большинство, то у нас квалифицированное большинство. Но это не говорит о том, что мы можем решать вопросы, не опираясь на другое мнение. Потому что в споре, как мы знаем, рождается истина. Поэтому снова у нас те же фракции прошли в Думу. Это фракция КПРФ, фракция ЛДПР и фракция «Справедливая Россия». Вот такой состав 12 депутатов, 5 от ЛДПР, 5 от КПРФ и 2 «Справедливая Россия». Ну, наверное, преемственность вот такого состава, она есть. В прошлый раз побольше было наших оппонентов. Но мы все вопросы решали достаточно конструктивно, прислушиваясь к мнению своих оппонентов, своих коллег. Это, наверное, правильно. И сегодня задача стоит именно так. Не гордиться тем, что у нас тут подавляющее большинство, и мы можем любой вопрос решить. А все-таки прислушиваться к мнению противоположному. Потому что эта жизнь, она достаточно сложна, многогранна. И идти напролом, напрямую, вот это мнение правильное и все, на этом точка, наверное, неправильно. Ну и вот, если уже так говорить о работе Мосфобулдумы в целом, какие первоочередные задачи сейчас стоят перед нашим областным парламентом? Что говорил вот на встрече с вновь избранными депутатами губернатор наш Андрей Воробьев? Действительно, на сегодня перед областным парламентом стоят задачи развития области в ближайшие 5 лет. Задачи достаточно большие. Вы знаете, выборная кампания, она как раз подтвердила общий принцип сегодняшнего вектора направления развития. Он не устремляется куда-то там ввысь в политическую сферу. Он, наоборот, вектор приземленный, ближе к земле. И сегодня, когда начинает выборная кампания, любая политическая сила, она должна определить, какой запрос основной от населения к органам власти по вертикали, по горизонтали. И вот сегодня четко прослеживается, что люди хотят на сегодня жить комфортно, удобно и безопасно на той территории, где проживают. Иными словами, иметь благоустроенное жилье, благоустроенный двор, хорошую работу рядом, детский сад рядом, школа желательно в одну смену, медицинское учреждение с получением высокого качества услуг. Это возможность заняться спортом или культурно отдохнуть. И, естественно, в хорошей экологической обстановке. Вот формула, по которой нам и задавали люди вопросы и наказы. И здесь, вот она программа. На какой территории чего из этих элементов не хватает, то нужно делать. И у нас принцип, который сложился в прошлый созыв, это принцип бюджетного финансирования по государственным программам. Если раньше выделялись просто суммы, и их органы местного управления тратили на то или иное. То есть сами решали, куда это распределить. Да, сами решали, куда. То в прошлом созыве сложилось и в Государственной Думе, и в областной 16 государственных программ. Эти программы будут продолжены и в новом сезоне политическом. И вот все те наказы, которые были получены в период этой выбранной кампании. На своем примере я могу сказать, что вот Щелково, Загорянка и Медвежьи озера вновь проведено более 130 встреч в различных сферах, с различными коллективами. Получено около тысячи вопросов. Вот сегодня эти вопросы уже разложены по этим 16 программам. Это уже на новый срок. Уже на новый срок. Потому что важно не в кучу все свалить и потом в этой куче копаться. А разложить, чтобы четко понимать приоритетность решения этих острых вопросов. Это раз. Второе, количество денежных средств, которые закладываются в бюджеты последующий год, четко спланировать. Потому что, ну понятно, чтобы решить какую-то проблему, нужны деньги. А деньги закладываются вот в эти программы. И на сегодня вот по территории своего округа я насчитал порядка 36 подпрограмм в рамках вот этих государственных программ. С четким определением субъектов, которые должны быть сделаны в решении той или иной проблемы за этот срок. И количество финансирования и сроки. Все-таки на 5 лет мы должны иметь четкий вот такой прогноз. Вот, пожалуй, на сегодня первые итоги и первый задел, который мы с коллегами начали, что называется, по полочкам раскладывать. И действительно все укладывается в такую формулу и уже понятно по каждому направлению, что и как мы должны в дальнейшем делать, чтобы наказы избирателей и те острые проблемы, с которыми нам обращались жители, были решены. Ну вот сейчас мы будем более подробно говорить как раз об этих программах. Может быть не обо всех, конечно, 16, но в основном... Да, Севахар, обо всех 16 или 36 программ нам времени действительно не хватит. Но основные, которые наиболее актуальны для нашего Щелковского района. Я хочу пояснить только нашим зрителям, что Владимир Николаевич Шапкин избирался по так называемому Балашихинскому избирательному округу номер один в Мособлдуму. Но на самом деле он помимо части, так скажем, Балашихи, курирует еще и часть Щелковского района. Это городское поселение Щелково, городское поселение Загорянске и сельское поселение Медвежье Озерское. Может быть по количеству, не очень много, но по количеству жителей это практически три четверти нашего района, порядка 150 тысяч жителей. Ну и, наверное, еще до сезонники приезжают, когда на лето тоже садовое товарищество касается вас тоже. Уточните, да, еще вот те сельские поселения, которые были в старом составе 24-го избирательного округа, они тоже далеко от меня не уходят. Почему? Потому что... По старой памяти. Не то, что по старой памяти. Щелковский район это единый организм. Город Щелково это центр района. И поэтому проблемы, которые будут возникать в рамках программ и тех острых проблем, которые мы будем решать, ну как можно Огудневское сельское поселение... То есть житель Фрианова тоже к вам может обратиться за помощью? Конечно, конечно. Почему? Потому что по прежней работе тоже городское поселение Монина, сельское поселение Медвежо-Озерское и городское поселение Загоянское, они не входили в 24-й округ. Они были по другим округам разбросаны, но там приходилось решать все острые вопросы. Я никогда не разделял Щелковский район. Поэтому на этот новый срок просто увеличился объем и увеличилась территория за счет большей части самого города Балашихи. Ну, про Балаших мы не будем сегодня говорить, а про Щелково и Щелковский район поговорим. Какая проблема наиболее актуальна сейчас для вас, как для депутата? Ну, естественно, с опытом предыдущей работы. Ну, вы знаете, вот опять-таки буду опираться на то, что было получено в период предвыборной кампании. Она у нас делилась на две части. Это предварительное голосование, которое проводила Единая Россия. И, кстати, этот период был очень плодотворный, потому что очень многое пришлось пройти, что называется, ногами, выслушать людей, это и дворовые встречи, и на предприятиях, и во всех бюджетных организациях, в общественных организациях. Ну, и сам активный период избирательной кампании. Так вот, более 30% острых вопросов и проблем приходится на сферу здравоохранения. А на что больше всего жалуются? Я бы так вот это разделил четко с учетом уже обобщенного опыта и подпрограмм, о которых мы говорили. В рамках государственной программы здравоохранения выделяется пять подпрограмм. По этим подпрограммам и губернатор Московской области Андреевич Воробьев поставил четкую задачу и депутатскому корпусу, и главу муниципальных образований, потому что это задача номер один. Действительно, первое и самое острое – это нехватка кадров. Действительно, по области это 1200 медицинских должностей, особенно терапевтов, детских врачей, ну и узких специалистов. Поэтому сегодня ощущается вот такая очередь и нехватка в лечебных учреждениях, очереди записаться практически всех. Практически всех специальностей нехватка. Это задача под программу номер один. Как ее решить? Ну, наверное, дальнейшее повышение заработной платы – это само собой разумеется. Но она является не основным. А основным – это жилье. Вот на сегодня в Щелковском районе по итогам года 40 квартир малогабаритных, которые были сейчас отремонтированы в новом городке, это Медвежье-Озерское сельское поселение, они все отданы врачам. И до конца года еще администрация планирует 10-12 квартир тоже медикам. Это, так скажем, вторичное жилье, да? Это, да. А в новостройках? Это вторичное. Это вторичная проблема, и одна из подпрограмм в государственной программе «Жилье» подразумевается на перспективу возвращения к строительству муниципального жилья. Этот вопрос сложнейший. Большой после 1991 года мы не строили муниципальное жилье, и к этому надо возвращаться. Это кардинальное решение вопроса предоставления жилья не только медикам, но и учителям, воспитателям детских садов, муниципальным служащим, государственным служащим. Так вот, возвращаясь к вопросу подпрограммы кадры медицины, вот это ключевое звено, которое мы, естественно, должны решить. Дальше, конечно, подпрограмма капитального ремонта. Ну, даже сами медики действительно при встрече говорили, что условия работы ужасные. Иногда, как они говорили, и на работу не хочется идти, потому что... С потолка капает. Да, вот в первой больнице провожу встречу в актовом зале, там дыра такая чернеет, обвалился потолок. Поэтому на сегодня выделены финансовые средства для капитального ремонта всех учреждений Московской области, в том числе и у нас в Щелковском районе. Это первая больница, вторая больница, это где-то шесть отделений. И сейчас идут подготовительные работы. К сожалению, вот они не так быстро, как хотелось бы, чтобы они начались. Третья подпрограмма, это медицинское оборудование, которое идет, что называется, следом за капитальным ремонтом. Вот томограф у нас уже прибыл, долгожданный, во вторую больницу. И после капитального ремонта, это все взаимосвязано, будет установлено. На подходе два флюорографа, УЗИ-аппараты. То есть программа закупки медицинского оборудования. Ну и, наконец, строительство новых учреждений. Микрорайонов много появилось? Да, ну у нас перинатальный центр мы вот в этом году уже принимаем от строителей, начиная эту работу заложили. Диализный центр в районе первой больницы. Конечно, вот Лукиноварина и Богородский мы открыли офисы врачей общей практики. Но это решение такое, проблема половинчатая. Это так вот прийти температуру, грубо говоря, померить и аспирин выпить. А тебя уже направили все равно к специалисту. Да, все равно к специалисту. И для этого нужны в этих микрорайонах, конечно, поликлиники. Это вот как раз будущая задача и проблема строительства новых медицинских учреждений. В том же Богородске и Финске там нужна поликлиника на перспективу. Также и Лукинова-Арина, да и в других микрорайонах. Это программа, подпрограмма, она сейчас детально прорабатывается. Ну и, наконец, пятая подпрограмма – это лекарственное обеспечение, особенно льготное. Вы знаете, парадокс. Да, парадокс. Мы каждый раз бюджет принимаем, затребуемые суммы выделяем, лекарств не хватает. А проблема в чем? Это адресность. Вот сегодня эта программа нацелена на то, чтобы адресно больные получали то лекарство, которое им нужно. А в условиях, когда общее количество закуплено, кому-то дается, кому-то нет, ну, наверное, эту проблему мы никогда не решим, если не перейдем к такому адресному. В том числе и с доставкой на дом. Вот сейчас эти службы формируются. Для тех, кто не может прийти в аптеку. Для тех, кто не может прийти. Вот, пожалуй, такой комплекс проблем в области здравоохранения. И эта программа на следующее пятилетие, она, наверное, будет, да не будет, а губернатор поставил как основную. Как основную. Даже эта программа по проблемности своей выше даже ЖКХ нашего пресловутого, по которому тоже очень много было вопросов. Ну, наверное, здоровье это прежде всего должно быть на первом месте. Ну, на втором месте, так скажем, раз уж у нас такая хронология пошла, это наше подрастающее поколение. Вот, в прошлом году в нашем районе была ликвидирована очередь в детские сады, но для тех, кто старше трех лет. То есть от трех до семи лет. Сейчас на очереди нужно решить проблему, соответственно, от года до трех. От полутора до трех. Да, простите, как мы решаем этот вопрос? Действительно, вот сейчас проблема решена с трех до семи. И строительство новых детских садов, их в области у нас построено за последних три года 350. Это действительно большое число, никогда такого в истории Московской области не было, в том числе и в Щелковском районе. Но пошли уже и жалобы, и запрос на то, чтобы открывать ясельные группы. Понятно, что эта программа будет продолжена дальше, но вот мое глубокое убеждение, который прошелся по всем этим детским садам. Вы знаете, сейчас эта программа начинает прорабатываться в деталях. Но бросаются в глаза такие факторы. Новый детский сад это новое обременение на бюджет. Понятно, они комфортные, со всеми условиями, ну и так далее. Потребности сегодняшнего времени удовлетворяют. Но у нас еще старые есть детские сады, где нужна реконструкция. Они уже и физически, и функционально устарели. Поэтому здесь бы программа, она и будет прорабатываться пристроек к детским садам. Сразу мы решаем несколько проблем. Во-первых, это пристройка уже современного типа, со всеми удобствами и требованием времени. Второе, это реконструкция либо снос старого и благоустройство дворовых территорий. Все дворовые территории, игровые площадки, асфальтированные дорожки, они пришли просто в негодность на сегодня. Я думаю, что вот по этому пути нужно будет идти, решая вопрос, следующий от полутора до трех лет, ликвидация очереди. По последним, так сказать, данным и подсчетам, в Щелковском районе это порядка четырех тысяч детей вот этого возраста. Ну, в качестве иллюстрации к вашим словам, я хочу показать нашим зрителям сюжет, который прошел буквально на прошлой неделе. Это открытие детского садика в сельском поселении Медвежье-Озерское. Давайте посмотрим. Озер Медвежьих. Важное событие. Здесь построен детский сад. И сейчас открытие. Событие действительно важное. Этого ждали все. И вот детский сад Медвежьих Озерах торжественно открыт. В руках счастливых детей символический ключ от садика. Но, пожалуй, больше остальных радуются родители. Ребенку нужно уже почти три года. Уже, мне кажется, нужно идти в садик для развития. И хочется пойти работать со мной уже. Мы очень ждем. У нас два мальчика. Одного пора бы уже. А насколько остро у вас была необходимость? Очень остро. Потому что ездить куда-то нереально. У нас детишки ездили в Щелково всегда. Другие, кто здесь живет. Мы, конечно, очень рады, что здесь построили наконец-то. Строительство объекта началось в середине 2015 года. Работы велись в рамках программы губернатора «Наше Подмосковье». Стройка находилась на постоянном контроле районных властей. Садик на 240 мест. И он не просто был необходим. Он был жизненно необходим Недвежьим озерам. Поскольку вы понимаете, что в свое время новый микрорайон, который был построен компанией Мортон, он был без детского сада. Я думаю, что сейчас очередь в Недвежьих Озерах снизится и практически будет нулевая. Мы скрупулезно делали все возможное, чтобы он был функциональным, безопасным, удобным. И в конце концов пришли к такому финишу. Сдали этот садик. Уверен, что здесь и детям, и родителям понравится. Объект хоть и типовой, но особенный. В Медвежьих Озерах прежде не было садиков с бассейном. Теперь есть. Ну вот такой оптимистичный сюжет. Решит ли проблему хотя бы частично новый садик? Я вот, Сергей, хочу сказать, что на подходе в Медвежьо-Озерском сельском поселении еще садик в новом городке. И вот первая территория поселения Медвежьо-Озерска, где будет решена проблема от полутора до трех лет. И с учетом и этой категории детей полностью будет ликвидирована эта очередь. Ну, давайте поговорим о проблемах воли старшего возраста. Как известно, губернатор наш Андрей Юрьевич Воробьев поставил задачу ликвидировать еще и вторую смену в наших школах. И пока у нас и в городе, и в районе, конечно, достаточно много школ, где дети учатся во вторую смену. Как мы решаем этот вопрос? Да, действительно, вот эта программа, она, наверное, на ближайшие пять лет будет самой масштабной. Почему? Потому что, ну, несколько таких параметров. Детский сад, это там 350 в среднем миллионов рублей. То школа, это от миллиарда до миллиарда 200 миллионов. Чувствуете разницу, какие большие затраты. Четыре раза, да, получается? Да, четыре раза, как минимум. И у нас все дети, которые сейчас ходят в садики, и мы решили эту проблему, они завтра пойдут в школу. И еще эта тема обострится. Поэтому данная программа на сегодня практически уже детально проработана. Как для области, так и для Щелковского района. Несколько таких параметров или цифр. Чтобы решить эту программу, она рассчитана до 2021 года, вот в Щелковском районе, нужно создать новых 6 тысяч мест школьных для детей. Владимир Николаевич, у нас есть звонок от нашего зрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Меня зовут Инна Иосина. Я житель Чкаловского. У меня следующий вопрос к вам. 11-я школа находится в ужасном, практически аварийном состоянии. Жители недовольны. Планируется вообще что-нибудь предпринять на этот счет? И следующий вопрос. Также я услышала, что должно состояться строительство нового корпуса. Когда начнется строительство? Спасибо за вопрос, Владимир Николаевич. Спасибо за вопрос. Действительно, в рамках этой программы наиболее болезненно воспринята эта проблема в Щелковском. Естественно, 11-я школа практически в ужасном состоянии. Это раз. Второе – нехватка. И население там прибывает. Население растет, прибывает. Пожалуй, у меня самая жаркая встреча была с коллективом именно этой школы. И на тот момент, знаете, я понимаю, что жителям нужно решить эту проблему. И что там делать, как там власть должна, это их не волнует. И вот оттуда я вышел по-хорошему злой на эту проблему. Не на людей, конечно, которые задавали вопросы и так горячо обсуждали, ни в коем случае, а на саму проблему. На тот период эта школа была заложена в систему так называемого инвестиционного проекта. То есть обременение тем строителям, которые строят новый жилой микрорайон. И понятно, что сегодня с инвестпроектами достаточно сложно. Есть второй путь, бюджетный, гораздо надежнее. И на то время понятно, что по обременению вряд ли что можно ожидать. Сегодня я могу сказать, что вот данная пристройка к этой школе, она перешла в разряд бюджетным. Наконец-то мы совместными усилиями с администрацией, с местными депутатами, с главой района добились того, что в бюджет следующего 2018 года она будет включена как объект бюджетный. Это уже гарантия того, если получится раньше, значит раньше начнем. Но вот это принципиальный вопрос. Потому что по обременению мы вряд ли там что-либо сдвинем с места в ближайшее время. По бюджетной составляющей у нас еще есть несколько объектов, которые на сегодня включены в бюджет. Это микрорайон Солнечный. Там порядка 12 лет котлован для строящих школ. И репортаж об этом снимали, показывали проблему, вот начала решаться. Сегодня идут работы подготовительные, подготовка участка, проекта, уточнение проекта. И где-то планируется, сейчас начнется конкурс, но в ноябре месяце уже техника выйдет для работы на местности. Пристройка к медвежьей озерской школе тоже начнется в эти сроки. Сейчас идут подготовительные работы. Это все бюджетные объекты. В целом, чтобы решить вот ту проблему, которая, я сказал, 6 тысяч мест, то нужно нам порядка 5 школ и 5 пристроек. 5 школ на 4 тысячи мест и 5 школ на 2 тысячи мест. А конкретные места определены уже, да, вот этих школ новых и пристроек? Естественно, сегодня эта программа практически проработана, можно сказать, в деталях. Ну, возьмем тоже микрорайон Чкаловский, да. Пристроек это острая проблема, ее надо решить. Но она не решает в целом проблемы на перспективу. Поэтому в новом Потапово запланировано по инвестпроекту строительство полноценной школы еще. Второй микрорайон, это же Галово, где так же остро ощущается проблема. Где сейчас дети ходят через железную дорогу. Да, через железную дорогу, это тоже острый проблем. И вот на сегодня предварительно эта школа так же внесена уже в бюджетное финансирование. И это хорошо. Следующая территория, это Дальний Воронок. Там тоже проблема очень острая. И по инвестпроекту вряд ли там что-то получится. Тоже в бюджетную составляющую. Далее это финский, Богородский. Если можно, перебью вас, Владимир Николаевич, вот как раз по Дальнему Воронку. Территория там определена, там вот не захватят спортивные сооружения, их там много очень. Нет, нет. Точно, да? Это точно не захватит. А вот все детали, они прорабатываются на сегодня. Поэтому я сейчас бы подробно не говорил. Но место найдут лучше. Конечно. Конечно. Это, кстати говоря, седьмой лицей. Там тоже пристройка для решения вопроса центра города. Разрастается микрорайон финский. Там тоже по инвестпроекту предусмотрено строительство школы на перспективу по инвестпроекту. Но это в Огудневском сельском поселении. Это после Медвежьих озер, сельское поселение Огудневское, где также необходимо строительство пристройки, то есть расширение этой школы на перспективу. Вот, пожалуй, такой объем, который предстоит нам в ближайшие пять лет решить. Я бы так сказал, амбициозный проект. Но и в 2011 году мало кто верил, что мы огромное количество детских садов построим и ликвидируем эту очередь. Поэтому можно и нужно сегодня это планировать, предусматривать, что называется, изыскивать все возможные резервы, как говорят, дорогу оселит идущий. Я думаю, что вот эта вот программа, как лакмусовая бумажка на следующий пятилетний срок эффективности нашей работы, как законодателей, в планировании финансовом, бюджетном, так и исполнительной власти, которая должна изыскать возможности ускоренного решения этого вопроса. Ну вот мы так плавно подошли к проблемам еще более старшего поколения, так скажем, 18+. Я имею в виду, конечно, автомобилистов наших, которые ездят каждый день. Очень многие, конечно, известные, не обеспеченные работают у нас в области пока еще, ездят каждый день в Москву и обратно. А у нас, к сожалению, единственный магистраль, Щелковское шоссе, с которой связывает столицу и проходит как раз и через Балашиху, где добавляется там еще большее количество автомобилей. Много лет уже ведется разговор о строительстве дублера Щелковского шоссе, его расширении. Вот вроде как сейчас что-то уже сдвигается с мертвой точки и даже вот есть проект, насколько я знаю, строительство восточного обхода нашего города, который также свяжет, естественно, Щелковское шоссе. Что вы можете сказать, когда ждать нам? Свободы, так скажем, тем, кто за рулем. Сергей, действительно, это, будем так говорить, блок инфраструктурных программ. Там я бы назвал их несколько. Первое, то, о чем вы сказали, это дорожная инфраструктура непосредственно. Второе, это внутренние дороги, которые тоже нужно привести порядок. И это стоянки для автомобилей. И это, наконец, благоустройство дворов. То есть это комплекс инфраструктурных подпрограмм, о которых мы говорили. Из них, конечно, самое масштабное, это дублер Щелковки и два объезда, которые, наверное, да не наверное, а решат коренным образом транспортную проблему и Щелково, и Палашихи. На сегодня по дублеру Щелково решен самый главный вопрос. Выделен, наконец, нам четырехкилометровый проход через национальный парк Лосиный остров. В чем и была основная проблема. И вот буквально несколько недель назад на федеральном уровне состоялось очередное совещание. И этот вопрос, по сути дела, решен. Взамен мы отдаем национальному парку земли военлеса, Монинского лесничества. Лесо, которое вокруг Палашихи, Камакады выходит, достаточно большая территория. Но это лес, пусть он будет в национальном парке. Там единственная проблема сделать кадастровые вырезки тех населенных пунктов СНТ, которые попадают в эту зону национального парка. А здесь начинается работа уже по проектированию, по трассировке этого дублера Щелковки. Самое главное, хотел бы я подчеркнуть, вот какой момент. Окончательно остановились на варианте, что эта трасса будет государственной. То есть бесплатной. Бесплатной, да. Раньше были варианты в рамках государственного частного партнерства, то сегодня это именно государственная. И Росавтодор, который будет главным заказчиком строительства этой дороги. Потому что по федеральному закону у нас дублеру Щелковки нет альтернативы. Сегодняшняя Щелковская шоссе для той же Балашихи является просто-напросто внутренней улицей. Естественно, дублер Щелковки нам позволит решить проблему западного объезда. Это дорога на промышленную Соколовскую зону и дальше в сторону Ивантиевки. Этот проект на сегодня прорабатывается. Выделены на этот финансовый год денежные средства для проекта. И вот самая острая проблема транспортная для Загорянки. Это главный вопрос, который жители мне задавали. Это транзитный транспорт, конечно. Транзитный транспорт. Можно, там много есть вариантов, но они такие. Половинчатые. Половинчатые. Решить проблему кардинально, это вот объезд. И транспорт, чтобы ушел на дублера Щелковки на Соколовскую промышленную зону. Второй у нас восточный объезд, о котором вы упомянули, он тоже начал реализовываться. В этом году выделены денежные средства, порядка 300 миллионов рублей. И на следующий год 350 миллионов рублей для строительства моста в районе улицы Фабричная. Это один из самых дорогостоящих сложных элементов этого обхода. Это мост через Клязьму, который на первом этапе решит частично проблему грузового транспорта из одной зоны промышленной в другую. Дальше второй этап, конечно, это выход на Фряновское шоссе, а не на светофор за мостом на Пролетарском, как это первое. Ну конечно, фактически полная пробка всегда. 15% грузового транспорта в случае постройки этого моста, к концу 2017 года он планируется быть построен, уйдет через этот мост. Но 15% это маловато, конечно. А вот если продлить этот участок дальше с выходом на Фряновское шоссе, то это уже гораздо больше. И третий участок, это от Щелковского шоссе через Старую Хотовскую дорогу, мост через Железную дорогу с выходом на Фабричную улицу. Это уже полностью сам проект, реализация всего проекта Восточного объезда. Но это перспектива. На сегодня, я бы так сказал, финансовую составляющую на это нет. Кроме, я уже сказал, 650 миллионов этот год и следующий на строительство моста через Клязьму. Вот мы так опять плавно переходим к следующему вопросу. От автомобилистов, от дорог, так скажем, федерального и регионального значения уже к местным дорогам, внутригородским дорогам. Как идет их ремонт, как обустраиваются парковочные места. Ну, вот такой хороший, может быть, любопытный факт. На прошлой неделе глава Госаднотехнадзора Московской области Татьяна Витушева сказала, что Щелковский район вышел в лидеры по организации парковок вдоль уличной дорожной сети. Ну, вошел в тройку, по крайней мере, самых-самых. Но в то же время по парковочным местам возле домов, таких стационарных, у нас еще пока идет отставание. Вот что у нас даже, вот я посмотрел в социальной сети ВКонтакте, пользователь пишет, что мы, вот я даже процитирую, как принято у нас в Щелково делают парковку, второй год, наверное, и в этом году не доделают. Заречная 5 и прилагает фотографию. Ну, мы сейчас, может быть, не будем касаться этого конкретного примера. Вообще, что мы делаем для того, чтобы машины не стояли на газонах и особенно не на тротуарах? Вы знаете, это следующие подпрограммы, о которых я говорил. Это внутригородские и межрайонные дороги, дороги областного значения. Это первая, одна из подпрограмм. Вторая, это удобная парковка подпрограмма, которая сейчас начинает разрабатываться. Ну и третья подпрограмма, это благоустройство дворовых территорий. Буквально вкратце по этим всем моментам. Вот мы должны в ближайшие 5 лет перейти к обслуживанию регламентному наших дорог. И областных, и внутригородских, и межрайонных. Почему я говорю регламентных работ. Вот сегодня, на встречах мне задавали эти вопросы, вы сегодня на федеральных трассах не увидите ям. То есть каждый год идет плановое снятие определенных участков асфальта и укладка нового. Это гораздо дешевле, гораздо чем ямочный ремонт. Видно это, безопасно. Где-то процентов на 70 уже областные дороги перешли на регламентное обслуживание. Ну а по деньгам как это? Дороже? По деньгам это дешевле. Дешевле, да. Это дешевле. Потому что ямочный ремонт, он проводится два раза в год. Весной и осенью. Одна яма потом рождает четыре вокруг ямы. Посчитать это сложно, сколько туда вкладывается в эти дороги. Это такой черная дыра. Понимаете? Но с чего мы начали? Сейчас формируется эта программа и первый ее этап это паспортизация этих дорог. Мы должны понять сколько их, какой объем финансирования. Потому что мы перешли к программам реализации наполнения дорожного фонда и его использования целевого. Это гораздо быстрее. Вот в этом году мы практически по дорогам к сентябрю основную массу закончили. Сейчас как бы завершаем уже ремонтные работы. С каждым годом количество дорог и улиц, которые полностью меняются, асфальт, он возрастает. И вот сейчас в полном объеме нам нужно понять, сколько в дорожный фонд муниципальный, сколько в дорожный фонд региональный должно быть денежных средств для полного регламентного обслуживания дорог. По срокам их действия. К примеру приводят дорожники, что сегодняшний обычный асфальт это три года. Новый асфальт современный это пять лет. Вот не дожидаясь ям в эти сроки полотно на той или иной дороге должно меняться. Тогда мы забудем, что такое ямы. Вторая подпрограмма это удобная парковка. И сейчас также поручено губернатором Московской области Андреевич Воробьевым всем администрациям проработать эту программу. Программа удобная парковка. Их семь категорий, если вкратце перечислить, это гостевая около дома, это перехватывающие парковки около транспортных узлов, учреждений, медицинских, торговых и так далее. Это бесплатная муниципальная парковка, это платные парковки на территории частной земли, это паркинги, это сегодняшние кооперативы гаражные, ну и конечно стоянки грузового транспорта, которые должны быть вне городской территории. Как только вот эта сеть будет проработана, парковок и реализация ее сейчас уже начата, но мы должны понять и просчитать, сколько у нас транспорта, в том числе стоящего на регистрации, и который гостевой прибывает. Вот на это количество должны проработать земельные участки администрации для того, чтобы построить. Я приведу пример опять-таки Медвежьих озер. Вот они удобную парковку практически сделали на сегодня. Все транспортные средства сегодня можно разместить на этих парковках. Но не все пользуются. Я тоже был там, Владимир Николаевич, и продолжают по привычке стоять машины возле подъезда, хотя дойти до парковки метров сто. Мне задавали этот вопрос постоянно, и что можно на это ответить? Вот ни сотрудников ГИБДД, ни эвакуаторов нам не хватит, чтобы в ручном режиме наводить этот порядок. Здесь можно и нужно использовать в дальнейшем тот же опыт других стран. Стран Запада, к примеру. Есть у нас программа, которая сегодня начинает активно реализовываться, и мы ее продолжим. Это безопасный город. Это возможность установить везде, где это только можно, камеры, слежение с выведением их на общий пульт управления. В этом случае мы получаем возможность контролировать исполнение всех тех законов, о которых вы говорите. И нам же сейчас приходят письма счастья, когда мы нарушаем транспортный режим скоростной на трассах. С кем спорить? Да ни с кем. Пришел штраф, плати его. И если пару раз нарушитель заплатит за стоянку на газоне, на тротуаре, а штрафы там приличные, на тротуаре это полторы тысячи рублей, то второй раз он его не поставит, а поставит на эту стоянку. Поэтому здесь меры принуждения, административного воздействия, они должны сопрягаться с двумя условиями. Первое, наличие этих стоянок. Второе, наличие возможности администрирования без участия конкретной категории лиц, из тех же нашей полиции, ГИБДД или эвакуационных служб. Владимир Николаевич, я хочу вот так же плавно перейти еще к нашей тоже очень важной теме. Именно как раз от автомобилей мы переходим. Поскольку, как известно, именно автомобили у нас являются главными источниками загрязнения окружающей среды. Эта тема вам тоже близка, потому что вы были в Думе прошлого созыва председателем комитета по природопользованию, экологии, ну и соответственно еще и имущественных отношений и землепользованию. Он был тогда объединен, и сейчас в новой Думе его разделили, насколько я знаю. Теперь отдельно комитет по экологии и природопользованию, и отдельно по имущественным отношениям и землепользованию, которые вы возглавляете. Но тем не менее, вам эта тема близка, а будущий год 2017 у нас объявлен годом экологии. Вот в связи с этим такой вопрос. Вы будете что-то делать в этом направлении? Ну, в частности, может быть, помогать главе нового комитета по экологии Али Поляковой? Ну и соответственно, что сделано за последние годы в этом направлении? Действительно, не случайно и в Государственной Думе, и в Областной Думе вот эти комитеты стали отдельными. Потому что объем выполняемых работ резко возрастает. Я просто приведу пример. Например, сформировано четыре государственных программы на эту перспективу, которые включают себя. Первое – это переработка бытовых отходов, то есть создание практически новой отрасли. Второе – это очистка водоемов и рек. Она программа называется «Очистка малых рек Подмосковья». Третья программа – это «Атмосферный воздух». То же самое, здесь целый комплекс задач. И четвертое – это как раз экология леса, зеленых насаждений внутригородских, то есть флора и фауна, так называемая. Вот четыре программы, которые будут финансироваться и уже начали финансироваться с федерального уровня, и, естественно, с областного уровня, и со финансированием на местном уровне. Понятно, что для округа избирательного любому депутату, неважно, какой он комитет возглавляет, все темы важны, все должны быть решаемы. В данном случае для меня гораздо проще, поскольку имею уже опыт предыдущей работы, решать эти вопросы на территории округа. Но, естественно, придется своей коллеге Алле Викторовне Поляковой помогать в этом отношении, потому что действительно проблем, и объем вот этого направления, я бы так сказал, он необъятный. Владимир Николаевич, у нас есть еще один звонок, я думаю, что как раз зритель заинтересовался именно экологическими проблемами. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Хотел бы спросить вот такой вопрос. Меня волнует очистка леса в поселке Протасово Огоневского сельского поселения. Стало очень опасно ходить по лесу, чтобы не получить травму, потому что он весь захламлен, много повальных деревьев. И вот хотелось бы узнать, хотя я понимаю, что сейчас Вы уже, Огоневское поселение, не Ваше, не Ваше этот самый избирательный округ, но Вы же, обзоры у Вас такой большой, и Вы, наверное, знаете, что планируется в этом направлении сделать. Спасибо за вопрос. Действительно, составляющая часть экологии – это наш лес. И начиная с 2010 года эпидемия, которая охватила этим жуком-типографом наши леса, она на сегодня, будем так говорить, частично решена. Решена чем? Что эта эпидемия остановлена. Хотя это и природное явление, такой период прошел. Сегодня в чем состоит главная задача? Это все-таки, вот в этом году мы достигли этого рубежа, когда санитарная вырубка погибшего леса за этот год была меньше, чем мы посадили. И в дальнейшем наращивать вот эти вот усилия для того, чтобы нам все-таки эти территории, которые поражены жуком-типографом и освобождены от завалов, выпилены, они были посажены. Не случайно губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев обратился и к населению, и мы по его инициативе введены такие общественные мероприятия, как «Посади свое дерево» и весной, и осенью. Это составляющая часть вот этой работы, хотя основная доля, конечно, ложится на наших профессионалов, на листиков, которые сейчас, ну вот за этот год планируем где-то порядка 13 тысяч гектаров посадить уже леса. Выпилено за эти годы на сегодня порядка 35 тысяч гектаров, но здесь проблема, конечно, до конца не решена. Если с учетом данных о том, что погибло порядка 75 гектаров, сегодня достаточно много, пополовину участков... Ну, с учетом привлечения жителей, особенно к акции «Мой лес, посади свое дерево», я думаю, мы все-таки решим эту проблему. Вот ближайшая прошла буквально 17 сентября, еще будут проходить, естественно, по всему району, не только на вырубленных лесных территориях, но, естественно, и в городских и сельских поселениях, непосредственно на улице. Владимир Николаевич, буквально полторы минуты у нас осталось до конца программы. Хочу задать вопрос, как вы осуществляете обратную связь с жителями, то есть с избирателями, со своими? Хватает ли общественных приемных так, чтобы встретиться с каждым? Я планирую в этом году расширить сеть приемных здесь, в городе, на базе приемных наших местных депутатов. Это основные мои помощники на территории членов фракции «Единая Россия». Это где-то будет порядка семи приемных. График сейчас мы формируем до конца года. Он будет опубликован. Просьба тогда проинформировать. Жители завтра этот график мы должны проработать. Это первая составляющая. Вторая составляющая. У меня около 30, это по закону положено, помощников на общественных началах. Это те эксперты, которые во всех сферах работают и могут по любому вопросу касающийся той или иной сферы проконсультировать в виде экспертов и в медицине, и в образовании, и в других сферах. Это тоже одна из составляющих непосредственной связи с территорией, с теми сферами, где приходится решать вот эти все перечисленные сегодня проблемы. То есть к вашим помощникам тоже можно обращаться с любыми вопросами. Они все передадут вам. Большое спасибо, Владимир Николаевич, за беседу. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин